Сальвадор Филиппо Хасин Тудали Родился 11 мая 1904 в небольшом каталонском городке Фигерас на северо-востоке Испании, неподалеку от Барселоны. Он был вторым ребенком в семье Дона Сальвадора Дали и Дони Филиппо Доменич. Своё имя мальчик получил наследство от старшего брата, умершего еще до рождения будущего гения. Долгие годы Сальвадору-младшему казалось, будто он замещает брата, и это очень тяготило его. Сам он писал позже. «Родившись, я стал на место обожаемого покойника, которого продолжали любить через меня. Все мои последующие эксцентричные поступки, все мои непоследовательные выходки были трагической константой моей жизни. Я должен был доказать самому себе, что я являюсь не моим умершим братом, но собой живу». С другой стороны, благодаря значению этого имени, Сальвадор в испанском означает «спаситель», Дали всегда пребывал в уверенности, что ему суждено спасти искусство. Детство Сальвадора прошло в родном Фигерасе, а когда он стал постарше, то дни летних каникул проводил в Кадакесе, в другом городе Каталонии, на берегу Средиземного моря. Мальчик был фанатично привязан к этим местам и считал пейзаж Кадакеса прекраснейшим в мире. Любимые виды художник будет запечатлевать на многих своих картинах на протяжении всей жизни. В 1908 в семье родился третий ребенок, Анна Мария, которая стала Сальвадору близким другом, а позже позировала для многих его работу. С малых лет Дали отличался умением, а главное – желанием эпатировать окружающих. Причиной тому, возможно, была сильная любовь матери. Дония Филиппа позволяла сыну буквально все, стараясь исполнить любой его каприз. Мальчик тоже обожал ее. Отношения с отцом складывались непросто. Многие биографы художника полагают, и небезосновательно, что у маленького Дали был Эдиппов комплекс в отношении родителя. Сыграло свою роль и то, что Дали старший, высшая власть, непререкаемый авторитет для сына, был способен на необдуманные поступки. Так однажды этот уважаемый в городе нотариус выскочил из дома в одних трусах и начал драться с клиентом. В пылу схватки он не заметил, как у него умножились интимные места. Сын видел весь инцидент от начала до конца. Такие выходки отца очень сильно действовали на психику ребенка, а позже соответствующее отношение к родителю отразилось в картинах художника. Повлияло на мальчика и мировоззрение Дона Сальвадора. Стремясь приобщаться к знаниям, он листал книги в библиотеке отца-атеиста, после чего решил для себя, что Бога нет. Усвоение таких взглядов способствовало и то, что первый наставник юного Сальвадора Донес Тебартрайтер также являлся убежденным атеистом. Только в достаточно взрослом возрасте Далей обратился в своих полотнах к религиозной тематике. Именно из-за неверия отца будущий художник поначалу был записан в муниципальную школу, там не приходилось изучать закон Божий. Однако чистолюбивый Дон Сальвадор желал, чтобы его сын знал французский, а потому в 1910-м отдал того в католический колледж христовых братьев. Талант живописца проявился у Дали довольно рано. Еще будучи ребенком, он рисовал, как выражалась его мать, именно лебедей, а не просто птиц. То есть у мальчика получалось изобразить как раз то, что он хотел изобразить, будь то лебедь или что-то другое. Однако истинный масштаб его дарования открылся в 1916-м. В то лето 12-летний Сальвадор гостил в пригородном имении семьи Печот. Дети Печоты были чрезвычайно одаренными, и один из сыновей, Рамон, уже в то время являлся известным художником-импрессионистом. Восхищенный его работами, Дали решил тоже стать импрессионистом. Он запасся красками и холстами и принялся рисовать. В какой-то момент холсты закончились, и Сальвадор, недолго думая, начал писать на старые двери. Он даже не касался ее кистью и выдавливал краски прямо из тюбика, подобно Ван Гогу. На картине был изображен натюрморт с вишнями. Кто-то заметил, что у них не хватает хвостиков, тогда Дали начал есть настоящие вишни, а черешки вставлять в густую, еще не просохшую краску, нарисованную. Юный художник даже втиснул в изображенные плоды найденных червяков. Потрясенный Рамон Печет поговорил с отцом Сальвадора, указав на несомненный талант мальчика. В доме Печетов не только раскрылся Доргения, там была найдена вещь, ставшая впоследствии важным образом его картин – костыль. Этим предметом Дали ткнул в сердце подухшего ежа, и с того дня костыль, по словам самого художника, стал для него в равной мере символом смерти и символом вознесения. В 1918-м юноша написал портрет Луси, своей няни. Картина выдержана в импрессионистическом стиле, являвшемся тогда для художника образцом для подражания. Работа поражает зрелым мастерством и психологической точностью, хотя ее автору в то время было всего 16 лет. Несмотря на такой молодой возраст, живописец уже создал немало импрессионистических полотен, поэтому в этом же году смог участвовать в выставке в Фигерасе, прошедшей с большим успехом для него. Дон Сальвадор Дон Сальвадор, видя достижение сына, записал его в муниципальную школу рисования. Наставником Дали стал Хуан Нуньес Фернандес. Он многое дал своему подопечному, о чем тот после и не раз с благодарностью вспоминал. Помимо импрессионистического искусства, молодой художник увлекался творчеством мастеров прошлого. Даже черно-белые репродукции вызывали у него восторг. Особенно восхищали менины и пряхи Веласкаса, который станет любимым живописцем Дали. Со старыми мастерами связаны первые литературные опыты юноши. В 1919 он написал ряд очерков о гениальных предшественниках. В 1921 в семью Дали пришло горе. Умерла Донья Филиппа. Бесконечно обожавший ее Сальвадор очень тяжело переживал утрату, считая смерть матери ужасной несправедливостью. В 1922 отец отдал сына в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо, Испания. В годы обучения в этом заведении молодой человек познакомился с поэтом Федерико Гарсио Лоркой и будущим режиссером Луисом Буньюэлем. С Федерико художника связывала особенно тесная дружба. Он видел в Лорке родственную душу. В то же время Дали увлекся идеями Фрейда, которые станут основополагающими в его творчестве. По признанию Дали для него мир Фрейда означал столько же, сколько мир писания для художника Средневековья или мир отличной мифологии для Ренессанса. В 1935, будучи уже известным мастером, он напишет «Все мои притязания в области живописи состоят в том, чтобы материализовать с самой воинственной повелительностью и точностью деталей образы конкретной иррациональности. Интерес к взглядам знаменитого психолога в будущем сблизить Дали с сюрреалистами». Во время учебы Дали еще пробовал себя в разных направлениях. С 1921 он отошел от импрессионизма, что было отчасти связано с тем, что Рамон Печет выслал ему из Парижа книгу о футуризме, на некоторое время увлекшем Сальвадоре. Вообще же художник писал картины и в стиле фавизма, и пуантилизма, и кубизма, и неокубизма. Сильнее всего на нее повлиял кубизм в целом, и работы Пикассо в частности. В 1923-м Сальвадор, недовольный кандидатурой профессора, назначенного на должность руководителя кафедры, подстрекал студентов к бунту, за что был отчислен наград. В 1924-м он вернулся, но неудовлетворение учебным заведением росло. Дали считал, что в Академии слишком мало внимания уделяют изучению техники мастеров прошлого. Профессора говорили юношу, что в живописи нет каких-то определенных законов, но тот был категорически не согласен с их точкой зрения. «Все, что не укоренено в традиции – плагиат», – считал Дали. Он возмущался тем, что для живописцев образцами стали африканский примитивизм и пещерная живопись. Позже мастер в своей книге «Тайная жизнь» напишет. Им достался в наследство Рафаил, а они поклоняются фетишам, слепленным в порыве рукой дикаря. Надо же такое вихнуть зрение. Впрочем, это не значит, что он не уважал действительно талантливых современников. Того же Пикассо, к примеру, живописец всю жизнь считал вторым отцом. Преимущество же Сарвадора перед ними стояло в том, что он одинаково умел взять лучшее и от Веласкеса с Фермеером, и от Матисса с Шагао. Поэтому-то и не удивительно, что вскоре Академия изящных искусств окончательно разочаровала художника, убедив отца в том, что такому гению, а Дали уже в то время и искренне верил в это, не место в подобном заведении, Сарвадор решил бросить учебу. Но Дали был бы не Дали, выйдя он без помпы. Экстравагантный юноша пришел на экзамен, вытащил билет и отказался отвечать, заявив, что ни один из присутствующих профессоров не знает этого вопроса лучше него самого. Такая выходка произвела эффект разорвавшейся бомбы, и студент добился своего. Он был отчистен. В этом же году Сарвадор написал замечательную картину «Женская фигура у окна». Это творение чуть ли не самое совершенное из всех тех, что создал живописец в то время. Моделью послужила сестра автора, Анна-Марина. Полотно выполнено виртуозно и мастерски, ведь не зря Дали почитал великих художников прошедших эпох. Оно написано в стиле реализм, и с этой точки зрения является буквально шедевр. Игра света прекрасно подчеркивает световые нюансы. В то же время в работе уже чувствуется неповторимая манера Дали. Кажется, будто залив Кадакеса и девушка находятся в разных реальностях. В том же 1925-м составилась первая персональная выставка Сарвадора в барселонской галерее Далма. Дали, почитавший мастеров прошлого, всю жизнь мечтал побывать в Париже и посетить Тувр. В 1926-м его мечта исполнилась. Художник много времени проводил в знаменитом музее, наслаждаясь созерцанием великих полотен. Во французской столице он познакомился со своим кумиром Пикассо, портреты которого неоднократно писал. В этом же году мастер создал картину «Плоть на камнях». Она, очевидно, появилась под влиянием творчества Пикассо. Уместно даже сравнивать ее с работой «Две женщины, бегущие по пляжу» в кисти великого земляка Дали. Объемная, диагонально расположенная фигура явно доминирует над плесношью. В этот период живописца все больше увлекали идеей сюрреализма, с которыми он знакомился из статей Андрея Бретона, лидера, созданной в 1924-м группе сюрреалистов. Под влиянием этих идей были созданы такие полотна, как «Светлые радости», «Мед слаще крови». Для последнего позировал Федерико Лорко. В письме к нему художник отмечал. Главное в картине – конструкция. Держит ее диагонали, все упорядочено. Недолго пробыв в Париже, Сальвадор отправился в Брюсселе, где увидел полотна любимого им голландского мастера Иоанна Вермеева. В 1928-м художник снова прибыл в Париж по приглашению своего друга Луиса Баньюэре. Тот предложил Дали работу над фильмом «Андалузский пёс». Живописец с детства любил кино и посвидетельство Анны Марии никогда не пропускал новинку. Конечно, он не мог отказаться от возможности поработать над собственным фильмом. Короткометражка была создана, чтобы шокировать и залить за живую буржуазию, и высмеять крайности авангарда. Ныне она классика сюрреалистического кино. Однако название ленты сильно оскорбило Федерико Лорко. Андалузскими псами называли Южану. Каковым и являлся поэт, и это прозвище значило недотекло маменькин сыну. Лорко был обижен, и друзья в течение нескольких лет не общались. В жизни Дали 1929-й выдался урожайным на знаменательные события. Живописец наконец познакомился с Андреем Бретоном, создателем группы сюрреалистов. Сюрреализм – направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Слово «сюрреализм» впервые использовал в своей статье Гайом Аполлинер, еще в 1917-м. В 1924-м идеолог движения Андре Бретон выпустил первый манифест «Сюрреализм». В основе сюрреализма идеи Фрейда, открывшего бессознательное существование, следуя его взглядам, сюрреалисты провозглашали, что иррациональное и бессознательное начало – та высшая истина, которая должна быть утверждена на Земле. Другими словами, они считали, что образы, приходящие, например, во сне, гораздо более реальны, чем те, что ограничены нашим сознанием, и их нужно вытаскивать из собственного подсознания. Именно поэтому Дали предпочитал творить сразу после пробуждения. В этот момент разум еще не успевает осмыслить увиденное во сне. Некоторые сюрреалисты писали о состоянии гипноза, алкогольного или наркотического опьянения. Такой метод творчества они называли автоматизмом. Сюрреалисты даже нашли себе предшественников среди гениальных мастеров прошлого. Так они по-новому, в соответствии с открытиями Фрейда, переосмыслили картины Иеронима Босха, по их мнению, только освобождение бессознательного атаков разума, то есть, по сути, использование метода автоматизма, могло породить чудовищ, населяющих живописный мир великого инзерландца. Также предтечей сюрреализма можно назвать Джузеппе Арчибальду, полностью составлявшего свои портреты из овощей, фруктов и цветов, и Питера Бреггера-старшего. Сюрреализм и сюрреалисты на тот момент оказались очень близки Дали, и он примкнул кружку Бритона. В том же 1929-м, когда Дали находился в любимом Кадакесе, к нему приехал поэт Поль Элюар, супруга Елены Дмитриевны Дьягоновой, уроженкой Казани, которое было суждено стать путеводной звездой великого художника. Она произвела на него такое впечатление, что экстравагантный и любивший эбатировать людей Дали вдруг начал краснеть и истерически смеяться в разговорах с Галой, так ее все называли. Однако она сумела разглядеть в нем незаврядную личность, покорившую ее сердце. Все лето живопись скулял с возлюбленной по пляжу Кадакеса. Отвечавшая ему взаимностью, женщина приняла решение уйти от супруга и навсегда остаться с Дали. Гала и Дали прожили вместе 53 года до самой ее смерти. Он называл ее Галюшечкой, Галариной. Она его своим мальчиком всю жизнь Дали считал встречу с Галой спасительной. Ведь она не просто позволяла любить себя и дарила ему свою любовь. Гала поверила в гениальность живописца и сделала так, чтобы и он сам, и все окружающие не сомневались в этом. «Спасибо, Гала. Это ведь благодаря тебе я стал художником. Без тебя я не поверил бы в свои дарования», – говорил мастер. И действительно, уходя от вполне обеспеченного поля Элюара, женщина бесконечно рисковала своим будущим. Кто мог предположить, что этот странный юноша совершит такой взлет? Но ей не нужны были гарантии. Она знала, что так оно и будет. Гала стала для живописца главной моделью. Дали боготворил ее в буквальном смысле слова, и не стесняясь на своих полотнах на религиозную тематику, писал с нее святую деву. Он искренне не считал это каким-то грехом. Кроме того, Гала взяла на себя ведение всех дел Дали, освободив его от мирских забот. Тот был крайне непрактичен. Она предупреждала любимого не связываться с сюрреалистами, предвидела, что их рамки будут тяготить Дали. Многие друзья художника считали, что Гала испортила их товарища, сделала эгоистом и жадным до денег. Но как бы то ни было, без нее не было бы такого Дали, каким мы его знаем. Между тем, лето 1929-го закончилось, и Гала на время уехала из Кадакеса. В ее отсутствии мастер написал полотно с недвусмысленным названием «Великий мастурбатор». На картине мы видим деформированное лицо спящего, обращенное к низу. Сам Дали говорил, что образ этой головы навеян уродливыми скалами мыса Креус в Кадакесе. Вместо рта у нее огромная саранча. Надо отметить, что саранчи художник всю жизнь жутко боялся. В академии над его фобией часто смеялись, специально бросая в него этих насекомых. Из головы вырастает женщина, изображенная по плечи. Ее образ, опять же, по свидетельствам автора, связан с открыткой, на которой девушка нюхает лилию. Оттуда же вырастает еще один образ – фигура мужчины от пояса до голени. К прикрытым, но плотно обтянутым тканью гениталиям женщина тянется губа. В самом низу, под саранчой, идет обнявшаяся пара. Возможно, это сам художник со своей головой. Мастер признавался, что после отъезда любимой был мучим эротическими видениями, которые вылились в великого мастурбатора. Он писал, что отразил чувство вины существа, полностью лишенного жизни из-за активного анонизма. Эта картина была для него глубоко личной. Далее не расставался с ней до самой смерти. Вскоре художник воссоединился с возлюбленной, чтобы больше не расставаться с ней. Однако в семье связь 20-летнего Дали с замужней 30-летней женщиной восприняли крайне отрицательно. В результате отношения с отцом были разорваны. Тот даже лишил сына наследства. Живописцу не просто запретили жить в Кадакесе, но и появляться в тех краях. Тогда, через некоторое время, влюбленные купили домик в порт Ли-Гатэ, небольшой деревушке неподалеку от Кадакеса. В 1930-м произошло значительное событие. Вышло очередное неживописное творение мастера. Фильм «Золотой век». На премьере выдавали программку, как в театре, в который были такие слова Дали. Основной идеей сценария «Золотого века», написанного мной вместе с Баньюэлем, был показ прямой и чистой линии поведения индивидуума, исповедующего любовь среди подбух гуманитарных и патриотических идей и других низких проявлений действительности. На премьере разразился скандал. Некоторые картины художника, выставленные в фойе, разъяренные зрители пытались разорвать. Фильм, пропущенный ранее цензурой, запретили показывать дальше. В 1930-е произошел настоящий взлет Дали живописца. По многому это связано с тем, что насущные бытовые проблемы наконец отошли на второй план, их решение взяла на себя Гала, предоставившая любимому возможность творить спокойно. Обладая замечательной техникой рисунка и невероятной фантазией, он создал истинные шедевры. Самый знаменитый из них – постоянство памяти. В тот вечер у Дали сильно болела голова, и он решил лечь спать пораньше. Гала еще не собиралась отходить ко сну, художник погрузился в раздумья. Перед его мысленным взором пристал плавящийся сыр. Затем он встал и по обыкновению пошел в мастерскую, посмотреть перед сном на незаконченную картину. То был пейзаж порт Гегата, на первом плане которого засохшая олива с обломанной веткой. Живописец почувствовал, что не хватает какого-то образа. Ну какого? Дали уже собрался выключить свет, и в этот момент перед его мысленным взором предстали растекающиеся часы. Самым жалким образом они свисали с ветки. Мастер схватил кисти краски, и через два часа закончил свое самое знаменитое творение. На картине мы видим не только растекающиеся, но и обыкновенные часы. Что это может значить? Здесь нужно обратиться к теориям времени. В 1898 французский философ Анри Бергсон опубликовал работу «Непосредственные данные сознания», который ввел понятие динамической природы времени. Мыслитель писал о том, что объективное время воспринимается вполне определенно, как имеющее свою меру. Субъективное же изменчиво. Оно воспринимается интуитивно в потоке памяти. В 1905 теорию времени подтвердили и физики. Дали был знаком с понятиями объективного и субъективного времени и изобразил внутреннее время с помощью весьма убедительного образа, мягких часов, показывающих ту самую изменчивость индивидуального времени. А не растекающиеся твердые часы. Это время обыкновенное. В центре работы странное деформированное лицо. Это автопортрет Дали. Характерно, что глаза на лице закрыты, то есть он изобразил себя спящим. Если вспомнить о приверженности художника взглядом Фрейда, то становится ясно, что автор таким образом хочет показать момент, когда человек возвращается в рациональную реальность и бессознательное освобождается. В начале 1930-х все более явными стали разногласия в теоретических вопросах между Бертоном и Дали. Основатель сюрреализма считал, что подсознание необходимо высвобождать, но при этом оно не должно быть контролируемо. Поэтому он и его сторонники использовали автоматическое письмо, записывали сновидения и так далее. Дали же полагал, что бессознательным необходимо управлять. Отсюда и его знаменитый параноидальный критический метод, суд которого он объяснял в своем эссе завоевания иррационального. В нем дано такое определение. Параноидально-критический метод это спонтанный метод иррационального познания, основанный нам поясняющий критическом соединении бредовых явлений. Наличие активных и систематически повторяющихся элементов, свойственных паранойи, обеспечивает параноидально-критической деятельности, продуктивность и способность к дальнейшему развитию. Наличие активных и систематизированных элементов не предполагает насилие над мыслью или какого-либо интеллектуального компромисса, ибо известно, что в паранойи навязчиво повторяющийся образ не отделен от самого бредового явления. Всякое даже мгновенное и неожиданное бредовое явление, имеющее параноидальный характер, уже несет в себе систематизированную структуру в целом, которое объективируется критическим вмешательством. Критическая деятельность выступает лишь как проявитель насыщенных образов, ассоциаций, тонких систематизированных взаимосвязей, уже существующих к моменту бредовой вспышки, когда они приобретают физически ощутимую реальность, высветить которую позволяет параноидально-критическая деятельность. В 1933-м Дали написал картину, ставшую причиной его разрыва с сюрреалистами. Загадка Вильгельма Телля. Мастер и раньше использовал этот образ в таких работах, как Вильгельм Тель и старость Вильгельма Теля. Тель в художественном мире Дали символизирует его отца, лишившего сына наследства. Автор сам объяснял, что изобразил в своей работе. Вильгельм Тель – это мой отец, ребенок у него на руках, это я сам, только вместо яблока на голове у меня сырая отбивная. Отец намеревается съесть меня. В середине крошечного ореха у него под ногой заключено такое же крошечное дитя. Это образ моей жены Галы. Она пребывает в постоянной опасности. Ступня отца, хоть чуть-чуть сдвинувшись, может раздавить орех. Однако на болотне ясно видно, что ребенка в руках держит Ленин. Художник и раньше писал Владимир Ильич, например, в 1931-м «Частичное помрачение. Шесть явлений Ленина на рояле», где голова русского революционера изображена в сияющем ореоле на клавиатуре рояля в темной комнате. Но здесь его появление, кажется, совсем уж непонятно. На самом деле все просто. Сюрреалисты были сторонниками коммунистических идей. Владимира Ильича, соответственно, очень уважали. Дали просто хотел вызвать их ярость. И вот костыли, подпирающие весьма двусмысленно изображенную ягодицу вождя мирового пролетариата и козырек его кепки гораздо более сложный символ. Обычно он означает не только смерть и вознесение. Мастер и тут дал объяснение, что из себя представляют люди света. Вместо того, чтобы стоять на обеих ногах, они, подобно фламинго, балансируют на одной единственной ноге. Они делают это из-за жажды аристократичности, чтобы смотреть на все свысока и спускаются на землю лишь по крайней необходимости. Такое положение вскоре утомляет. Поняв это, я присоединился к толпе коллег, набросивших их гаснобизма и декадентства на шею аристократии, прилагающие все усилия, чтобы спасти традицию. Но я пришел не с пустыми руками. Я принес целые охапки костылей, чтобы они смогли устоять. Загадка Вильгельма Теля, как и ожидалось, привела сюрреалистов в ярость. Это было последней каплей в чаше терпения. Дали и так ранее раздражал их своим увлечением Гитлером. Справедливости ради заметим, что идей фашизма художник никогда не поддерживал. Его просто привлекал сам Гитлером. Выставленную в салоне независимых в 1934-м картину они пытались разорвать. Им не удалось осуществить задуманное, только потому, что полотно висело слишком высоко. Тогда был назначен товарищеский сувут над Дали, по итогам которого мастера изгнали из группы. Впрочем, он не слишком расстроился. Не страдающий излишней застенчивостью гений провозгласил «Сюрреализм – это я! И я действительно так считаю, ибо я единственный, кто способен развивать его дальше». К тому времени он уже уверился в своем предназначении – спасти искусство. В этом же году художник создал работу «Архитектонический Анджелюс Милье» вольную интерпретацию произведения французского живописца Жанна Франсуа Миле «Анджелюс». Анна-Мария в своих мемуарах рассказывала, что репродукция этой картины висела в классной комнате юного Дали и всегда привлекала его внимание. В оригинале изображены супруги-крестьяне, склонившие головы в вечерней молитве под звон колоколов. Молитва начинается словами «Ангел Господи». Отсюда и название полотна французов. Однако у Дали глубоко духовное начало Анджелюса заменяется эротическими мотивами. В 1935-м живописец примирился с отцом. Старый нотариус все же любил сына и простил ему грехи и молодости. К тому же Сарвадор уже зарегистрировал отношения с Голом. В июле 1936-го в Испании началась гражданская война. Дали в это время в стране не было. За несколько месяцев до начала трагических событий в Лондоне проходила выставка, лучшей работой которой являлась праведческая, мягкая конструкция с вареными бобами. Сам мастер так писал о своем детище. Я изобразил громадное человеческое тело, покрытое уродливыми наростами рубину, которыми оно в припадке самоудушения терзало самую себя. Растекавшуюся плод этого пушечного мяса грядущей войны я сдобрил вареной фасоли. Изуродованные, перемешанные между собой части человеческих тел указывают на разрушительную силу войны. Они схватились и не знают пощады друг к другу. Яркий образ самоистребления, охватившего испанца. По своей силе картина напоминает антивоенный плакат, но по своим очевидным художественным достоинствам она стоит намного выше. При взгляде на поразительное полотно вспоминается Герника Пикассо. Вся мягкая конструкция стоит на тумбочке с ящичками. Этот символ очень часто встречается в работах Дали. Любимый и почитаемый им Фрейд говорил, что выдвижные ящики являют собой некую аллегорию, призванную означать воздержанность и выявлять те бесчисленные нарциссические ароматы, что доносятся из всех наших ящиков. В 1938 году была написана «Испания». Удивительное произведение, на котором не сразу заметна фигура женщины, складывающаяся из его отдельных деталей. Обе работы ярко выражают отношение художника к страшным событиям, терзавшим его ролью. А двумя годами позже он написал пронзительное полотно. «Лицо войны». На нем уродливая голова со змеями вместо волос. Рот и изогнутые брови нарисованы так, что придают ей страдальческий вид, но вместо глаз и во рту черепа, внутри которых точно так же расположены другие черепа. Такое умножение символа смерти усиливает тяжелые впечатления, которые оставляет картина. По своей леденящей жуткости она сходна с работой Верещагина «Апофеоз войны». В начале 1930-х полотна Дали раскупались довольно вяло. Отец лишил его содержания, и уголы, жившие ранее на деньги поля Элюара, средств тоже не было. Тогда гений улегся изобретением новых вещиц. Он создал прозрачный манекен, который наполнялся водой, а потом туда запускались рыбки, наглядная модель системы кровообращения. Придумал накладные ногти с маленьким зеркальцем и накладные груди, прицепляемые к спине. Подлинным шедевром в этой области стала комната, сделанная в виде портрета Мэй Уэст, голливудской актрисы. Особенно восхищает диван, кубы Мэй Уэст, а также картины и глаза. Если присмотреться, станет видно, что на самом деле на картинах изображены в оси не глаза, а пейзажи. В это десятилетие мастер активно трудился не только над живописными работами. Так, в 1933-м он получил заказ от парижского издателя Скира на создание 40 гравюр к песням Мальдорор, Латриамона, в творчестве которого сюрреалисты находили основополагающие моменты. А в 1939-м супруге отправились в Соединенные Штаты Америки, где Далий был очень популярен. Ему предложили оформить павильон на всемирной выставке, проходившей в Нью-Йорке. По замыслу самого Дали, у входа должна была стоять статуя Венеры, скопированная с картины Боттичелли, но не с человеческой, а с рыбьей головой. Внутрь он собирался возвести коралловый риф с бассейном, в котором плескались бы русалки. Тогда предполагалось поставить в павильоне диван-губы, на этот раз моделью должна была стать Грета Горбол. Наконец, Далий придумал дождливое такси. В машине ползали бы улитки и лил дождь. Весь павильон назывался бы «Сон Венера». Но заказчики стали многое менять, и конечное оформление оказалось просто пародией на первоначальный дизайн. Возмущенный художник уехал в Европу, негодуя при этом, почему женщину с рыбьим хвостом изображать можно, а с головой нет. В 1940-м супруги вновь отправились на северный континент. Они еще не знали, что уезжают на долгих 8 лет. В том же 1940-м Далий, личность разносторонняя, начал писать свои мемуары «Тайная жизнь». Именно из этой книги биографы и исследователи жизни и творчества художника черпают большую часть информации. Ниже он раскрывает смысл многих своих живописных произведений. В Соединенных Штатах Далий был востребован, как никогда. Выставки в Нью-Йорке проходили одна за другой. Американская публика и искусствоведы восторгались им. В ноябре 1941-го выставка картин живописца прошла в 8 городах страны, благодаря чему его узнали не только как экстравагантную личность, но и как гениального художника. Однако, в первую очередь, он всегда оставался художником, поэтому никогда не переставал вдохновенно писать картину. В 1944-м живописец написал сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната. За секунду до пробуждения. Пожалуй, именно по этой картине можно лучше всего уяснить, что же такое параноидальный критический метод Далий. Сам мастер писал о произведении так. Целью было впервые изобразить открытый фрейдом тип долгого связного сна, вызванного мгновенным воздействием, от которого и происходит пробуждение. Подобно тому, как падение иглы на шею спящего одновременно вызывает его пробуждение и длинный сон, кончающийся гильотиной, жужжание пчелы вызывает здесь укус жалом, который разбудит колу. Вся жизнетворящая биология возникает из лопнувшего граната. Слон Бернини на заднем плане несет на себе обелиск и атрибуты папы. Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скутер, живший в XVI-XVII веках. В Риме есть его скульптура, изображающая слоненка. Слоны Бернини часто встречаются в работах живописцев того времени. Несмотря на создание таких, на первый взгляд, далеких от искусства возрождения картин, они гораздо ближе к произведениям тех времен, чем кажется. Техника Адали безупречна, его умение найти цветовые решения поражает. Полотна художника отличаются от работ старых мастеров сюжетами, но порой он старается не отступать от гениальных предшественников, разумеется, не отходя от своего неповторимого стиля. Например, в картине Галарина мастер пытался избежать двусмысленности. От образа Галы ничто не отвлекает. И самое главное – это очевидная аллюзия на работу великого Рафаэля «Портрет молодой женщины» или Форнарина. Как по названию, так и по сюжету. В 1946-м американский кинопродюсер Альберт Ливайн объявил конкурс на создание образа искушаемого святого к фильму по новелле «Кидема Пассана. Милый друг». На этот конкурс и было написано «Полотно искушения святого Антония». Образ этого святого неоднократно использовался в искусстве Додолии. Например, любимый им босс создал триптих на аналогичную тему. Работа с таким же названием встречается и у Сезона. Как известно, святой Антоний – раннехристианский подвижник, отширник, живший в пустыне в третьем-четвертом веках. Сатана, искушая праведника, насылала на него всевозможные своблазняющие греховные видения. Однажды нечистый сам явился к преподобному в виде прекраснейшей обнаженной дамы. Однако ни одна уловка дьявола не увенчалась успехом. На полотне Долей эти грехи несут на себе животные на тонких паучьих ножках. Поддайся, святой, хоть на минуту, и ножки сломаются, а грехи упадут на землю, на самого Антона. Несмотря на то, что Соединенные Штаты стали в буквальном смысле золотоносными для художника, он рвался домой. Летом 1948-го супруги Долей покинули северный континент и вернулись в Европу. Взрыв атомной бомбы 6 августа 1945-го был для меня просто сейсмическим потрясением. С тех пор атом стал излюбленной пищей моего ума, говорил Долей. Но у этого изречения есть продолжение, из которого становится ясно, как живописец пришел к бестицизму. Многие из написанных в тот период картин передают то ощущение страха, обуявшее меня после того, как я услышал о взрыве. С помощью параноидально-критического метода я стремился постичь мир, желание понять природу вещей, их скрытых сил и законов, которыми они управляются, для того, чтобы подчинить их себе и властвовать над ними. Блистательное озарение, и я понял, что в моем распоряжении имеется необычное оружие, и благодаря ему я проникну в самосредоточие реальности. Это оружие мистицизм, то есть глубокое интуитивное понимание сути, прямая связь со всем. Вдыхая новую жизнь в испанский мистицизм, я, Дали, использую свое творчество, чтобы показать единство Вселенной и показать духовную сущность всякой субстанции. Художник заинтересовался физической природой атома, частицы которого, как известно, не соприкасаются друг с другом. Этим фактором Дали был особенно поражен. Он с юности не терпел физических контактов с кем-либо и делал исключение только для Галы. Сходство собственных ощущений и строение атома удивило его. По такому же принципу мастер выстроил композицию атомной Леды, в которой ничто не касается друг друга. Леда – это супруга спартанского царя Тиндерея. Крамовержец Зес, пораженный ее красотой, предстал перед ней в образе лебедя на реке Еврот и овладел ею. После этого Леда родила героя-близнецов Кастора и Полидевка и дочь Елену Прекрасной. Сюжет совокупления Зеса с Ледой использовали в своих ныне утраченных работах великие да Винчи и Микеланджелу. В образе спартанской царицы, конечно же, Гала. Вообще, Дали считал себя с супругой, божественными братом и сестрой, но здесь она олицетворяет его мать. С Кастором и Полидевком Дали соотносил себя и умершего брата. По поводу не касающегося земли моря автор писал, так, по-моему, проецируется на плоскость воображения один из мифов о соединении божественного и животного и наоборот. Война полностью перевернула сознание от Виста Дали. Художник стал верующим человеком, что не применило отразиться на его творчестве. Так в работах причудливым образом стали соединяться мистицизм и христианские мотивы. Живописец создал два варианта картины Мадонна-Порт-Льегата. Неким прообразом этих композиций Дали сделал полотно художника эпохи раннего возрождения Пиро де Ла Франческо Мадонна со святыми и герцогом Урбинским. Автор придает Богоматери черты лица своей супруги Галы. Как отнесся к этому папа Пей, 12-й неизвестно, но первый вариант работы в дар принял. В картине Тайное вечеря особенно чувствуется влияние Леонардо да Винчи, хотя эту тему использовали многие художники. Галли изобразил Господа во всех трех ипостасях. Иисус, Бог-Сын, показан по пояс в воде, то есть крестится Духом Святым. Сверху же Бог-Отец простер руки над Христом с учениками и всем миром. Христианская тема, смешанная с ядерным мистицизмом и образами, взятыми из произведений мастеров прошлого, заняла центральное место в творчестве художника. К начало 1960-х Муза, единственная любовь художника, значительно постарела, но не желала признавать этого. Женщина пробовала все, пластические операции, поливитамины. Имея много денег, заработанных, конечно, любящим мужем, она меняла молодых мужчин, как перчатки. Далее об изменах Галли безусловно догадывался, но прощал ей все. Однако отношения супруга стали ухудшаться, дело доходило даже до драк. Но мастер не переставал творить. Одной из самых значительных для него самого Кордин этого времени стал портрет моего покойного брата. Кроме создания живописных творений, Галли риустрировал книги, выпускал собственные, придумывал дизайнерские разработки для таких модных домов, как Нина Ричи, Ирсен Луран, Кристиан Диор. Он также не переставал заниматься рекламными проектами. Так, по просьбе своего знакомого Энрики Бернато, владельца испанской фирмы Чупа-Чупс, художник нарисовал ставшую известной по всему миру эмблему ромашку конфеты на палочке. В 1969 он сделал в своей галлине поистине королевский подарок имение в Пуболе, куда она не замедлила переехать, несмотря на уговоры супруга остаться с ним. А в 1974 состоялось открытие театра-музея Фигераси. Центр этого музейного комплекса «Здание театра», где в далеком 1918 состоялась выставка, в которой впервые участвовал юный Дали. Мастер сам разработал проект музея. В настоящее время здесь хранится огромная коллекция его произведений, а также работы других художников и собрания самого Дали. В 1982 живописец написал полотно «Три знаменитые загадки Галы». Буквально через несколько недель его единственная любовь, перенесшая незадолго до этого операцию, умерла. Сарвадор Дали пережил свою Галу на долгих семь лет и умер в 1989 от сердечного приступа. Всю свою жизнь мастер искренне верил, что он гений, призванный спасти современное ему искусство. Этой благородной целью он посвятил все свое творчество. Спустя всего несколько десятилетий после смерти Дали очевидно, что этот художник стоит особняком от своих даже самых гениальных современников. И надо думать, через много столетий его произведения будут восприниматься так же, как сейчас работают Иеронима Босха, Рафаэля, Да Винчи и других великих мастеров поздоров. Субтитры создавал DimaTorzok